Моторы считаются более надежные. На него идет российская гарантия 2 года. Что идет в комплектации с мотором? Это тоже легкий лодочный мотор. Если вы вдруг выпадете из лодки, то вовсе не означает, что у него 3,5 лошадиных сил. Простой двухтактный двигатель. Здесь бензин нужно смешивать с маслом. Делайте правильный выбор. Всем привет! С вами Руслан, магазин Монелодку. Сегодня покажу, как выбрать простой легкий лодочный мотор. Для небольшой лодки, в том числе для лодки с навесным трансом. Чтобы он был надежный и долго вам прослужил. Легкий мотор это мотор до 10 кг. Его можно поставить даже на грибную лодку с навесным трансом. Легкие моторы бывают с воздушным охлаждением, с воздушным и водяным охлаждением комбинированным. Либо с чисто водяным охлаждением. С воздушным охлаждением на базе триммера. Например, мотор Global Marine 2.5. С комбинированным воздушным и водяным охлаждением. Это, например, мотор Hankai 3.5, Hankai 3.6. Объем двигателя здесь 50 кубических сантиметров. Либо моторы с чисто водяным охлаждением. У них корпус закрыт, они менее шумные. Это, например, мотор, который представлен здесь. Haidi 3. Либо мотор HDX 2.6. Это все моторы с чисто водяным охлаждением. Моторы с чисто водяным охлаждением и прямым приводом считаются более надежными. Это простая надежная конструкция. Корпус у этих моторов закрыт, потому что они охлаждаются полностью водой. Когда вы заводите такой двигатель, вращение сразу передается в вал. Начинает крутиться помпа охлаждения. И закачивается вода в двигателе, он охлаждается водой. Корпус закрыт, воздух ему не нужен. Охлаждение идет водяное. Это мотор более надежный и более тихий. Если мы рассмотрим мотор с комбинированным охлаждением, водяным и воздушным. Например, Hankai 3.5. У него стоит центробежная муфта сцепления. Как только вы завели двигатель, вал не вращается. Охлаждается он только через прорези в корпусе воздухом. Если погода жаркая, то, в принципе, возможен даже перегрев двигателя. Как только вы добавляете газ, начинает центробежная муфта сцепления, включает вращение в вал, начинает работать крыльчатка охлаждения и поступает вода в двигатель для его охлаждения. Такая конструкция считается менее надежной и сам мотор более шумный. Да, и не смотрите на цифры, которые указаны на корпусе китайского лодочного мотора. Это просто наименование. А Hankai 3.5 вовсе не означает, что у него 3.5 лошадиных сил. А смотрите на объем двигателя. Объем Hankai 3.5 50 кубических сантиметров. Если посмотреть на таблицу Yamaha, 50 кубических сантиметров соответствует 2 лошадиным силам. То есть у Hankai 3.5 не может быть больше, чем 2 лошадиные силы. То же самое у Heidi 3. По характеристикам у этого мотора 61 кубический сантиметр. По таблице Yamaha 61 кубический сантиметр соответствует примерно 2.5 лошадиным силам. И так далее. Ну вот, например, у моторов 5 лошадиных сил, у китайских, объем двигателя обычно 102 кубических сантиметра. Ну вот здесь вот почти соответствует. У Yamaha 5 103 кубических сантиметра. То есть всегда сравниваете с объемом двигателя. Хороший, надежный и простой лодочный мотор с чисто водяным охлаждением и прямым приводом. Это, например, мотор Heidi 3, который представлен здесь. На него идет российская гарантия 2 года. Доставка этих моторов осуществляется с наших складов в Уфе, в Москве и с Новосибирска. Доставка по всей России транспортными компаниями. Вес лодочного мотора в упаковке, как вот он идет в коробке в заводской, 14 килограмм, 300 грамм. Что идет в комплектации с мотором Heidi 3? Сам мотор в коробке. Руководство по эксплуатации. Шнурок стартера запасной. Прокладки масляные. Болт масляный. Шплинт для винта запасной. Набор инструментов. Свечной ключ. И отвертка двойная. Также в комплекте ЧК безопасности. Сервисная книжка Heidi. Сухой вес самого мотора 11 килограмм 700 грамм. Это тоже легкий лодочный мотор, который можно ставить на лодку с навесным трансом. Повесили мотор Heidi 3 на стойку. Выглядит он следующим образом. Красивый черный корпус. У мотора нет переключения передач. Для того, чтобы двигаться задним ходом, достаточно развернуть мотор на 180 градусов и перекинуть румпель. И можно двигаться задним ходом. Если вы поставили мотор в движение задним ходом, нога уже у него зафиксирована и не откидывается. А в таком положении мотор можно поднять и поставить на парковку. Как я уже сказал, это мотор с чисто водяным охлаждением и с прямым приводом. Как только вы завели двигатель, начинает вращаться винт. Давайте посмотрим. Здесь прямой привод. Винт вращается сразу. Из элементов управления здесь кнопка глушения. Сюда вставляется ЧК безопасности. Вот под эту кнопку. Таким образом. Обязательно пристегивайте к запястью или к жилету. Если вы вдруг выпадете из лодки, то мотор заглохнет. Это подсос для того, чтобы завести мотор, когда он холодный. Румпель здесь. Управление газом на румпеле. Такая трещотка стоит для удобного положения газа. С фиксацией. Давайте заглянем под капот. Посмотрим внутренности этого двигателя. Для того, чтобы снять капот, нужно поднять вверх вот эту защелку. А также вторую защелку. Здесь удобно установлены две защелки. Для того, чтобы легко можно было снять капот. Откидываем одну защелку. Откидываем вторую. И снимаем крышку. Под капотом двигатель выглядит следующим образом. Здесь встроенный бак небольшой. Где-то примерно полтора литра. 1,4 литра, наверное. Стартер. Металлический корпус стартера. Это подсос. Это газ. Тросик идет вот сюда в карбюратор. Свеча зажигания здесь установлена. Простой двухтактный двигатель. Здесь указан серийный номер мотора. Гарантия на него два года идет. Для эксплуатации этого двигателя вам понадобится два вида масла. Это масло для редуктора. После обкатки нужно его обязательно сменить. Здесь есть пробка для заливки масла в редуктор. Можете купить вот такое масло ТМ. Это для редукторов лодочных моторов. Тоже Хайди. Оно есть на нашем сайте. Можно купить вместе с мотором. Масло недорогое. И второе масло. Это масло для добавления в топливо. Это двигатель двухтактный. Здесь бензин нужно смешивать с маслом. На период обкатки на литр бензина нужно добавлять 40 мл масла. А после обкатки в два раза меньше масла. 20 мл на литр бензина. Масло полусинтетика Хайди 2Т для лодочных моторов. Также представлено на нашем сайте. Делайте правильный выбор. Покупайте надежные лодочные моторы. Которые прослужат вам долгие годы. Из легких лодочных моторов, как я вам уже объяснил, это двигатели с полностью водяным охлаждением и с прямым приводом. Например, Хайди 3. Гарантия 2 года. А с вами был Руслан. Магазин мне лодку. Не забывайте подписываться на наш канал. Кнопка подписаться находится справа внизу экрана. Чтобы не пропустить очередные видео обзоры. До новых встреч!